Всем привет, друзья, на таком подписчику. Как у вас настроение? Как дела? Похоже на какую-то ведьму, правда ведь? В общем, я решила устроить двухминутку возмущения на просторах интернета по поводу своей интернет-компании, которая обеспечивает меня интернетом. Они устроили мне подлянку. Что же это за подлянка такая? В течение двух месяцев мы не могли почему-то каким-то образом получить счета, который нужно оплачивать, оплату интернета. Как выяснилось, потом они написали в своей системе, вбили не тот адрес, не ту квартиру. В общем, ладно. Но когда мы, соответственно, нам отключили интернет, спустя два месяца, когда мы позвонили и говорим, давайте мы оплатим сейчас интернет, это все делается здесь легко, можно через телефон все оплатить, и поменяем адрес. Хорошо. Поменяли нам адрес, подключили интернет. Я думаю, ну как все здорово, замечательно. Оплата интернета у нас 30 долларов в месяц. И тут я получаю сегодня извещение об оплате. Вот счет. И какой же счет? Счет уже не 30 долларов, а 42 доллара на данный месяц. В честь чего же такой подарок? Так. А вот, потому что мы оплачивали и нам возобновляли интернет через, соответственно, по телефону, в общем, да. То есть, если бы мы оплату совершали бы по интернету, все это было бы, соответственно, как обычно, 30 долларов. Вот. Ну и через почту, да. Тут обычно, я уже рассказывала, практикуют такую практику, да. Все документы какие-то там, счета, оплата, все это спокойно делают в письмах, через почту. Ну так вот, если бы мы это оплатили онлайн, через интернет, то все было бы спокойно, как обычно, 30 долларов. И вот с нас взяли 6 долларов за помощь ассистента, да, за его услуги и 6 долларов за возобновление подключения. Ну, собственно, опять-таки, за те же услуги. Вот. Так что 12 долларов, они все-таки не лишние. Нас раскрутили на 12 долларов. Вот такова история, таково мое возмущение. Вот. Мы об этом не знали, нас не предупредили, конечно же. Ну, правильно, кто будет предупреждать. Вот. Надо самим все знать, читать, узнавать, да, быть в курсе всего происходящего. Вот. Ну вот, твоя история такова она. Оставляйте комментарии, подписывайтесь на мой канал. Если у вас какие-то есть пожелания по поводу каких-то там, да, вопросов, которые я должна поднять и раскрыть, пожалуйста, оставляйте их, я отвечу. Все. Всем спасибо за внимание, хорошего настроения и будьте всегда бдительны, да. Узнавайте все заранее, а потом уже решайте проблемы. В общем, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok